и на основании договора аренды в этом и кроется это уже не первый год длится привет меня зовут назар давыдов человек которого нужен особенно в турции можно сказать что это спец выпуск хоть вы его увидите записи с тем не менее мы обложились как студии новостей для того чтобы рассказать горячие новости дело в том что в последнее время меня достаточно часто спрашивают по поводу нововведений которые касаются закона о присвоении права на временное пребывание в турции в н.ж. временный вид на жительство как его сейчас можно получить меня постоянно спрашивают потому что процедура реальная изменилась хотя подождите не не изменился а изменится так будет наверно правильнее я провел аналитическую работу пообщался с авторитетными для меня людьми которые уже не первый год занимаются юриспруденции и изготовлением документов на вид на жительство помогают моим клиентам и в частности риэлтором которые работают в наша компания как это будет происходить сейчас вот передо мной ноутбуки информация которая получена от официальных представителей миграционной службы есть такой номер сто пятьдесят семь по нему каждый гражданин или не гражданин турции может позвонить и узнать интересующий вопрос по поводу того или нового действия что касается и баджи иностранцев и вот что здесь пишу пишут на сей счет измене в законе нет но есть распоряжение с 1 января двадцатого года оформлением продления туристического вида на жительство отменяется кроме граждан российской федерации да есть такое если вы прибыли по туристическому виду на жительство на один год необходимо перейти обязательно на другой бит вид на жительство или покинуть страну через один год сможете оформить первичный вид на жительство заново что это означает то есть вы приехали и на основании договора аренды оформили вид на жительство подали пакет документов и так далее кто не видел его не знает как это делается пройдите по описанию на это видео и я вам там подробно расскажу как это все делается вы должны подать там либо трудовую визу то есть на основании работы получить вид на жительство либо же на основании получения своего собственного жилья то есть на основании покупки вот тогда вы получаете дальше вид на жительство скажем пролонгируйте дальше что тут пишется в официальном заявлении заявки оформлены до 31 12 19 года будут рассмотрены по поводу продления вид на жительство женам граждан турецкой республики если супруг официально они работают и не имеет цгк с 1 я 2020 года подавать на краткосрочное вид на жительство по решении административных органов нужно будет распоряжение по поводу отмены и продления туристического вида на жительство не распространяется на европейские страны и дальше идет длиннющий перечень все это перечислять не буду давайте это оставлю в описании к этому видео кстати не забывайте по ходе проходить в описании каждому видео там очень много полезной информации целый список из 19 государства то и больше украины и белоруссии в этих в этом списке нету равно как казахстана кыргызстана только граждан в российской федерации можно продлевать видное жительство по туристической визит таков законопроект теперь внимание это информация пускают официальных источников но от миграционной службы которая в принципе не является законодательным органом а это все еще пока распоряжение а закона нету а закон это самый главный документ которому руководствуется все чиновники в том числе и здесь турции с этим вопросом и обратиться к своим друзьям юристам друзья что же такое обратиться к своим друзьям и коллегам риэлтором и спросил тот же самый вопрос и вот я получил ответ от одних и вторых сейчас я озвучу его чтобы вы сами сделали свои выводы дело в том что это уже не первый год длится моей коллеги риэлторы которые здесь работают гораздо дольше чем я там по 5 по 10 по 20 лет говорят что достаточно часто подобные вещи происходят и уже к этому привыкли почти каждый год говорят о том что не будет выдавать вид на жительство по туристической визе вот и и же с ним все эти моменты каждый год как бы продлевать дело в том что в каждом регионе есть своя определенная квота на проживание иностранцев здесь так здесь в алании иностранцев очень много по концентрации вот вдумайтесь на одного и нас на трех жителей турции здесь приходится один иностранец представляете сколько здесь иностранцев очень много поэтому здесь власти именно в административной территориальной единицы такой как алания возьмем этом и крыгиджак афсалар и махмуд лар наш любимый ты вот объединил это одно большое один большой город алании ты вот здесь власти всегда неохотно давали разрешение на длительное время проживания потому что очень большая концентрация в анталии уже полегче в других регионах еще легче получить вид на жительство если вы подаете естественно в рамках турецкого законодательства как вы поняли есть уже и в этом свои нюансы если вы подаете с одними теми же документами в алании это один подход в анталии другой а севере турции 3 уловили доход моя мысль и поэтому тут уже есть нюанс дам получить видно жительство некоторых районах алании сложнее теперь что касается юристов обратился к юристам после как пообщался с риэлторами которые помнят как это все было несколько лет назад тем только что озвучил ты год юристы мне говорят назар дело в том что в турции достаточно часто происходит такая ситуация когда говорят о том что будет такой-то такой-то закон выдвигать законопроект и даже юристы которые работают давным-давно в правом поле изучают профессионально все законы не знают как это до конца будет работать и станет понятно на сто процентов только тогда когда законопроект или закон де-факто и де-юро должен вступить в действие ты год де-факто он вот-вот вот уже должен вступить дюро пишется что 1 января двадцатого года он должен вступить но это еще пока не фактом что это еще только законопроект тоже ловили мысль поэтому по мнению юристов которые профессионально занимаются деятельностью нужно как говорится подождать как это все банально не звучит до 1 января 2020 года и посмотреть как будет работать этот закон чтобы уже тогда его трактовать или опровергать поэтому резюмирую все то что здесь сказал могу сказать что да такие слухи есть я не мог это не отреагировать что очень многие мои клиенты друзья зрители спрашивают и я должен был сказать свою позицию вот чтобы вы об этом знали второе четкого мнения о том как же будет все-таки работать этот закон нету ни у одного человека который работает и связан с изготовлением вида на жительство для и банджи иностранцев и третье это будет известно совсем скоро январе 2020 года мы будем знать как это будет происходить и если все-таки упразднят повторное получение вида на жительство на основании аренды но то нужно будет думать тогда как оставаться здесь это либо женибе или выйти замуж и на основании семьи скажем так либо это покупка недвижимости либо это работа либо это учеба либо это лечение поэтому все равно выходы еще остаются каждый решает сам но я считаю что вы должны были это знать если у вас есть какая-то дополнительная информация ли вы чем-то не согласны или хотели дополнить пожалуйста пишите в описании к этому виду видео будет еще дополнительная информация а в комментариях мы с вами обсудим все это я буду очень рад вашему мнению а если вы что-то узнаете обязательно поделитесь ведь это будет всем нам полезно правда вот так большое спасибо всем тем кто задавал эти вопросы большое спасибо ирине юлия кати всем тем кто помогал мне собрать эту информацию ну что еще осталось добавить осталось добавить что если вы надумали приобретать недвижимость обращайтесь есть у меня каталог недвижимости где есть много интересных вариантов но это далеко не все что есть у нас восстановили их еще гораздо больше но это уже другая история носим все дин-дин-дин масляной до гили-гили ну наконец просто чала друзья пока ау-у макарме сэнесс меня здесь похоже все игнорировать доктор меня все игнорирует следующий